Продолжение следует... 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 Если надумаете, будем рады. Оля, Оля, не смей! Почему я ему все скажу? Игорь Васильевич, там мы бычков пригнали. Что хотите с ними делайте, а я больше работать не буду. Лето, а мы их в стойлах держим. Им трава нужна, а мы их в стойлах. Анастасия Дмитриевна, кажется, вы заведуете фермой. Я, Игорь Васильевич. Так почему же ваши работники врываются ко мне в кабинет, а не к вам? Да потому что она без вас ничего решить не может. Анастасия Дмитриевна, я прошу вас обсудить создавшееся положение и дать мне докладную записку со своими предложениями. Да какие предложения? Вы что, не знаете, что едят бычки? Им трава нужна. Пасти их надо, а не докладные писать. Я сказал, ваши предложения должны быть изложены в докладной записке. Вам ясно, Анастасия Дмитриевна? Ясно. Ну вот и отлично. А бычков как пригнали, так и угоняйте. Нет уж, сами угоняйте. Сами поите, кормите, что хотите с ними делайте. А я напишу заявление об уходе, не могу я так. Ага. Успокойте Ольгу Константинову. Ты знаешь, а ведь Ольга права. Надо пасти коров. А я думал, не надо. Ну так вот, пасти можно возле Лужного. Эти места хорошо знает Сан Саныч. Он же и пастухом был. Только его надо просить. Просить? Да. Приказом не заставишь. Именно просить. Ну, как дела, Сан Саныч? Пригоньку. Работаешь? А как же. Надо. Мы тут заготовили приказ. Доведете телят до планового веса. Что сверх, то ваша прибыль. И вообще не обидим. У меня возраст не тот, чтоб за телятами бегать. Сан Саныч. Сан Саныч. Ну, присядь. Присядь. Ты знаешь, это моя идея. Вот и паси. Ну, так мы тебя просим. Ну, помоги нам. Сан Саныч. Ты ведь и коров любишь. Я же видел, как ты с Зорькой разговаривал. А? Мне их жалко. Скотина ведь она что? Что жует, тем и живет. Бессловесная. Так вот и я говорю. Коровам сено надо. А что видят наши телята, кроме стоила? Так выход один. Надо пасти по неудобьям. Ну, а кто кроме тебя-то? Сан Саныч. Просим. Всем миром просим. Выручай. Выручишь? Раз такое дело. Спасибо тебе, Сан Саныч. Спасибо большое. Павел Степанович. Павел Степанович. Я вот никак не могу понять, почему мы должны его уговаривать. Видишь ли, Игорь Васильевич, много я видел председателей, которые смотрят на колхозника, как на рабочую лошадь, которая может за день сделать столько-то, а за месяц столько-то. Вот и приходится будить в человеке человека. Ух ты. Великой Тапок. Ух ты. Ух ты. Я пау. Я права, что такое التي становится josу, вместо меня, Ух ты. Дядя, здравствуйте. А, Танюха! Неужели решили перебираться? Так ведь надо! Ну! Ну и хорошо. На работу будем вместе ходить. Да уж без меня. Это как? Ты уж извини, Танюха. Так, пастух я теперь. Первый раз по-человечески попросили. А лучше меня этих мест никто не знает. Где пасти-то будешь? Так ведь по неудобиям пока. Эй, ты чего смеешься-то? Рада, что я ушел? Да я рада, что деревня оживает. Ага. Раз коробку, можно пасти. Можно и старую ферму скоро открыть. Ну? Глядишь, заживет деревня-то. Магазин откроем? Ну? Сам уж тебя отдадим. Ну? Клуб построим. А что? А ничего. Работать-то. С кем буду? Да. Ну, почему это? Над чем же ты девку колдуешь? Да вот поле размечаю. Где канаву для стока воды рыть? Потом корчевать надо. Поля-то заросли. Да ты никак одна маешься. Одна. Николай Тихонович, подержите речку. Я только данивелирую обратно. Ну, беги. Хорошо? Я ищусь. Николай Тихонович, левей. Левей. Стоп. Хорош. Спасибо, Николай Тихонович. Ну, а дальше чего? А чего дальше? Возьму эту рейку, пойду к тем кустам, поставлю там как-нибудь ее. Вернусь к нивелирую, буду смотреть. А чего ж ты меня-то не попросишь подсобить? Неудобно как-то. Неудобно. Штаны через голову одевать неудобно. Говори, куда нести эту слегу? Вон к тем кустам. Я покажу рукой, где ставить. Ногище носит. Павел, Джейн, идите ужинать. Пап, ужинать пойдешь? Да нет, не хочется. И раз, два. А завтра придешь? Завтра приду. А то у меня велосипед поломался. Да знаю. Приходи, я ждать буду. Жень, иди сейчас же к столу. Оп. Беги. Но ты долго будешь комедию ломать. Что за моду взял? Хочет, уходит, хочет, приходит. Люди же смеются. Будешь ты с семьей жить. Погоди, Шура. Не трогай меня пока. Дай мне одному побыть. Ну и не приходи тогда сюда. Иди к Таньке. Погоди. Здорово бы, да? Все поле за день разметили. Остали. Еще чего. За грыбами за целый день не столько отмахаешь. Спасибо вам. Вы идите, а я вот тут соберусь и тоже скоро приду. Давай треногать донесу. Да зачем? Тяжело, что вы? Да не надорвусь. Старики-то нынче, небось, покрепче молодых-то. Спасибо вам большое. Не за что. Добрый вечер. Отчего же готов? Вы давно здесь? Да, давно. Вам полить? Хорошо. Добрый вечер. Попробуй. Игорь Васильевич, разметку кончили сегодня. Осталось только корчевать. Хорошо бы к осени траву засеять. Техника нужна. Татьяна Петровна, я, собственно говоря, пришел вас пригласить к себе в гости. Зачем? У меня сегодня день рождения. Правда? Правда. Поздравляю вас. Спасибо. Так вас, наверное, уже и гости ждут? А я не жалею, что я тут. А вы? А как же гости, Игорь Васильевич? Честно говоря, никто меня не ждет. Да, тема одиночества сейчас в моде. Только почему-то все винят кого-то, только не себя. А что ты? А что ты? А что ты? А я никого не виню. Ну что ж, я вас поздравляю. Нет, я серьезно говорю. Ну, я серьезно. Я поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Вон кто-то тоже у костра. Это Пашка с ребятами в ночном. Картошку, наверное, пекут. Конечно. Не-а-а. Давай мы испечем картошку. Сначала обнимемся, потом поцелуемся. У вас пройдет, не зная в этой больнице. Ну, вы технику. Я вам в них не знаю, что вы можете. Я рада, что я не зная. Я так понимаю. До свидания. 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 Мать моя говорила, убирать некому. Ну, а мы что, не поможем? Поможем. Тихо! Слышите, нет? Кто это кричит? Фивен. Молодец, правильно. Ну, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Летчиком. Володя, а ты кем хочешь стать? Космонавтом. Хочу сверху на Землю посмотреть. Сверху это хорошо. А кто же на Земле-то работать будет? Баба Маня. Она сказала, что никуда отсюда не уедет. А сколько же баб Манне лет? Много. Вот тут и оно, что много. Космонавтом. Здорово, мужики. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты откуда? Да так прошелся. Ночь-то какая. Дождя бы не было. А я вот тоже иногда выйду, а ноги сами куда-то несут. Не догулял, что ли, своё? Да, теперь видно, и не догуляю. А тебе сколько? Да многовато уже. Получается. Пол жизни прожито, а ничего не сделано. Не сбылось. Сбудется. Да. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, товарищ. Проходите, садитесь. Обязательно. Ну что ж, начнём, пожалуй. Первым вопросом у нас сегодня картошка. Долго ещё с этой картошкой возиться? Окучивай, не окучивай, толку мада. Геннадий Павлович, сколько у нас там культиваторов? Два, трактористы Ёлкин и Потапов. Два мала. Надо три. Пошлите Казакова. Хорошо. Как Казакова? Игорь Васильевич, он же у меня работает сегодня на раскорчёвке. С раскорчёвкой пока придётся подождать. Сколько можно ждать? Вы же мне обещали. Татьяна Петровна, нам сейчас не до этого. А мне что делать? Что мне делать? Вам. Лучше всего поработать на картошке. Я могу поработать на картошке, если надо. Я работы не боюсь. Только картошка в пойме никому не нужна. Это все знают. Правда, товарищи? Вы что, не понимаете, что нам нужно выполнять план? Сами должны планировать, понимаете? Сами. У вас все полномочия для этого есть, а вы всё по старинке. Сядьте, Татьяна Петровна. Не сяду. Тогда я прошу вас покинуть планёрку. Вы нам мешаете. Возьмите. Её. 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 Прямо пошел. Поехали. У тебя наряд на картошку. Какая картошка, Таня? Железка и та знает, куда идти. Поехали, успеем. Рискуешь. Вот только теперь ты его не свернешь. А с картошкой я успею. Поехали. Ну, вот так. Осторожно. Опа! Догони, догони. Держи. Опа! 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 Игорь Васильевич, он не виноват. Не ругайте его. Ой! Ушиблись. Ты где сегодня должен был работать? Да я сейчас приеду, Игорь Васильевич. Кто вам позволил эту самодеятельность, когда каждая машина на счету? Да я... я успею. Может быть, вы будете распределять технику? А расплачиваться как будете, Татьяна Петровна? Пирогами. Игорь Васильевич, здесь тоже работа. Помогите нам. Значит так, сдашь машину сменщику за выход без наряда и срыв работ на месяц в связи саря. Но он же не виноват. А вы получите выговор. Второй в этом сезоне. Я прошу Казакова простить. Нет, Татьяна Петровна. Вышел на работу без наряда, отвечай, это закон. Это же я подбила его, я. Приказы не обсуждают. Игорь Васильевич, да мы ж не в армии. Успокойся. Пройдет все. Да пропади оно все пропадом. Уеду я, и Митька меня звали. Паш, теперь можно зимовать. Да погоди ты, зимовать-то. Окна вон все остальные. Крыльцо проваливается. Спасибо тебе. Тань, ужин на столе. Пора ужинать. Не хочется, баба. Ты чего? Ну, как дела, Тань? Танюш, я вот письмо от отца получил, а тебе пишет. Я не знаю, что ты это не знал. Не знал. Я не пью. Скоро совсем старенькая стану. Эх ты. Разнесчастая ты, головушка. И то, Паш. Я все думаю, ну что мне больше всех надо? Работать не даете. А время идет. Как жить дальше? Ничего. Образуется. Сам-то веришь, что образуется? Без веры нельзя. Да ни черта не образуется. Митика из колхоза уходит. Это что-то новое. Игорь твой. Слесаря его перевел. Игорь. 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 Так, а бельишко немного набрал? А мне хватит. Ну что ж. Ваню так Ваню. Пойдем. Да, ну конечно. Вот я. Поступил учиться. А через полгода подал на заочное. Не могу без деревни. Вон, дерево растет. Пересади. Не приживется. Видел я в городе наших-то, деревенских. Ну и что, плохо живут, да? Да, живут. Встретил я там Саньку Смирнова. Ну? В квартиру пригласил. Омлет сготовил. Улыбался. А вот посидели. И расплакался. Все никак себе простить не может, что уехал. Ну да, конечно. Слышал я эту поговорку, Паша. Где родился, там и пригодился. Да нет. Вольному воля. Только от тебя не убежишь. А я попробую, Паша. Опа! Ах ты, таракан! Опа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, вернулся! Субтитры создавал DimaTorzok 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 До свидания, Егор Иванович Видали? Непривык он без Стягла Это же золотой парень Пожалуй, лучший механизатор в районе Ну чем он тебе не угодил? Самовольно взял машину И что же он на ней замоткой поехал? Да нет. В поле вышел без наряда. И придумал себе работу с Татьяной Петровной. Какую? Кусты корчевать. Ай, молодцы. Да за это примировать надо, а не ругать. Вот у них и спроси, где картошку сажать. Ну, будь здоров, поехал. А Татьяну Петровну попроси, чтобы на совещание приехала. Я передам. До свидания, Егор Иванович. До свидания. Что случилось-то, Дмитрий Андреевич? Надоело все. А что тебе надоело? Приказы, выговора, замечания. Егор Иванович, вот вы человек умный. Сплетни, сплетни, брат. Не сработали, значит. Да не сработались. Переходи ко мне. Квартиру дам. Как-то. Какой? Кировец. Новый. Новый, нет. Но рабочий. Договорились? Егор Иванович, только одно условие. Нужен корчеватель на две недели. Егор Иванович, дело чести. Закончу дело и в ваш в цветной упаковочке. Ну, ладно. Идет. Корчеватель, когда дадите? Что ты мне доказываешь? Кого ты защищаешь? Он же Норов свой показывает. Лошадь ему дай. Это ты показываешь свой Норов. А люди не любят, когда их не ценят. Этому выговор. Тому выговор. За три месяца пять заявлений об уходе. Ты с кем собираешься работать? Митька. Уж наш тот терпеливый мужичок. И тот не выдержал. Так что же мне теперь? Благодарность ему объявить? За то, что он без наряда вышел? Да. Благодарность. За то, что пашню восстанавливает. А ты ему мешаешь. Ты Татьяну зачем брал, если не даешь ей работать? Как не повернется, все не так. Что ни сделать, все не так. Да нет у меня сейчас возможности дать ей работать. Нет. Захотел бы, нашел. Ты знаешь, любой бы на ее месте давно уехал. Что так поздно-то? Можно, Татьяна Петровна? Проходите. Разошли. Татьяна Петровна, что-то вы меня плохо приглашаете. Как вас еще приглашать? Проходите, садитесь. Пирог испекла. Гостем будете. А с чем пирог? Пирог-то с грибами. А что? Уже грибы пошли? Да, пошли. На следующей неделе в районе будет совещание по мелиорации. Вам там надо быть. Я вам дам командировку на три дня, поезжайте, отдохните. Спасибо, а я не устала. Чего мне отдыхать-то? Работы ведь никакой нет. Вас Журавлёв просил. Журавлёв? Вот это хозяин. Значит, Журавлёв хозяин. А я нет. Может, я и в председателе не гожусь. Может, мне уйти? Да давно пора. В скатертью дорога. Ты что говоришь-то? Таня. Такому, как ты, деревне-проходной двор. Уходи. Уезжай. Не нужен ты здесь никому. Тань, я корчеватель... Я корчеватель пригнал. Татьяна, ты кого на пироги-то приглашала? Тебя. Ясно. Пойдём, поговорим. Ну что, покурим? Татьяна, а я ему сказал, чтобы он больше сюда не приходил. Хватит. Танюш, а ты всё-таки кого ждала-то? Понял. КОНЕЦ 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 Завтра ты проводишь планерку и делаешь все, что считаешь нужным. Меня нет. Как это тебя нет? Не понимаешь. Трудно мне, Паш. Ломать себя трудно. Понимаю. Только не погладить тебя по головке за мои дела. Отвечать за все. Буду я. Вот поэтому ты пойдешь и сам проведешь планерку. Нет, это невозможно. Возможно. Это ты должен сделать. А ты себе хорошо представляешь. Представляю. Представляю. Это трудно. Но надо. Тебе надо. Ты же председатель. Игорь Васильевич, можно начинать. Хорошо, Паша. Я скажу вам сейчас то, чего вы от меня, наверное, не ждете. Но поверьте мне, я говорю искренне. Я был неправ. Да. И где никто не дрожит? И когда вместо травы, которую посеял Павел, распорядился сажать картошку. И, во многом, другом тоже. Поймёте, спасибо, но на нет и суда нет. Но разговор сейчас не об этом. Главная наша забота, это корма. Моё предложение, выкопать картофель. Засеять пойму травой. Не успеем. А так хоть на следующий год будем с кормами. Так что решайте. Да уж, то сажаем, то выкапываем. Кто нам помогать будет? Нам всегда шефу помогать. А план? Как быть с планом? Это же провал, Игорь Васильевич. На месяц раньше срока копать будем, что там успело вырастить. Товарищи, товарищи. Я думаю, что вы лучше меня помните, какие у нас были луга. Наши луга были лучшие в области. Да что в область, они славили со всей России наши луга. Правильно. И вот эти луга на наших глазах распахали и уничтожили. Так давайте наведём порядок в собственном доме. Верно. Луга пора нам возрождать. Правильно, надо съесть травы. Давно пора нам это сделать. Так вот, я предлагаю. Выкопать картошку из поймы раз и навсегда. Да, прямо сейчас. Я понимаю, наших сил мало. Шефов не будет, не сезон, сами понимаете. Я не буду в школе. Поэтому я предлагаю обратиться ко всем, кто живёт в нашем колхозе. К пенсионерам, к отдыхающим, к детям. Школа поможет. Ну, в общем... Вот такое у меня предложение. Через счастье встречаемся у конторы. Павел, не очень ты круто. Игорь Васильевич настроил. А ты считаешь, что я не прав? А что скажут в районе? Да посмотрим, что скажут. А что смотреть? Всыпят Игоря Васильевичу и всё. Ну так будем защищать? Кто? Кто будет защищать? Я его не подводил. Да. С вами всё ясно, Остриков. Идите-ка лучше. Организуйте людей на картошку. Ну, спасибо, Татьяна Петровна. Ну, спасибо, Татьяна Петровна. Хорошо, что приехали. А то без вас. А вы как добираетесь-то? Да меня катер, наверное, ждёт. А я ещё забегусь дела. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» 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 Только за что? За то, что мы решили наладить дело? Подождите, Игорь Васильевич, вам дадут слово. Продолжайте, Антонина Сергеевна. Вам кажется, вы один всерьез о деле думаете. А мы тут в игрушки играем, да? Много на себя берете, Игорь Васильевич? Девушка, куда вы? Я же вам говорю, туда нельзя. Здравствуйте. Я и говорю, Антонина Сергеевна. Я должна сказать. Тут бюро райкома партии. Я знаю. Потому и пришла сюда. Я прошу меня выслушать. Но если всякий начнет врываться... А я не всякий. Меня тоже это касается. Я должна сказать. Дайте мне слово. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Петровна Корнеева. Миллиоратор колхоза Мир. Товарищи, тихо. Я думаю, мы выслушаем Татьяну Петровну. Тем более, она так горячо просит. Пожалуйста, Татьяна Петровна. Скажите, Почему у нас так сложилось? Как только человек затевает стоящее дело, его тут же принимается бить. Бьют до тех пор, пока он не отступится. 20 лет назад в нашем районе распахали пойменные луга. Извели скот. Люди бросили свои деревни. И 20 лет в пойме сажают картошку. Ну как же, есть инструкция. А она там не растет. И все про это все понимают, все знают. А поступают все равно по инструкции. Но эти инструкции составляют люди. И люди могут их отменить. А если мы с вами так все хорошо понимаем, кто же мы на самом деле? Кто? Хозяева нашей земли? Или чиновники, убивающие землю во имя инструкции? Тимирязев сказал, владение землей есть не только право, но и тяжелая обязанность, грозящая ответственностью перед судом потомства. Наш председатель поступил правильно, как требует дело, жизнь. Он думал о будущем. Вы можете наказать его, даже уволить. А люди ему спасибо скажут. Вы закончили, Татьяна Петровна? У меня все. До свидания. Кто еще хочет сказать? Что-то не чувствуется вашей активности. Вопрос серьезный. Как я понимаю, речь идет не о частном случае, а о поведении одного человека, а о том, как жить и хозяйствовать всему колхозу. А то и целому району. Можно мне? Пожалуйста. Татьяна Петровна верно говорила. И после нее трудно выступать. Ну, а я все же скажу. Да. Видели бы вы, как люди ожили, поднялись, когда поверили, что луга опять будут. Картошку вышли копать, как на праздник. Все. От мала до велика. Они же лицом к земле повернулись. И я считаю, что главная наша задача это повернуть людей к земле. Чтобы человек, наконец, понял, что он хозяин. И я считаю, что он хозяин. Можем! Обошлось. Не огорчайся. Председатель без выговора не председатель. Наверное. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что, домой? Да нет, ребята. Выезжайте, а я в гостиницу. С утра ценишки. Кое-что купить надо. Ну, пока. Пока. Поехали. Поехали. Знаешь, когда я ехал сюда, я видел белую лошадь. Совершенно белую, представляешь? Таких и на свете не бывает. У дороги бродила. Померещила, что ли? Да нет, она еще голову повернула, посмотрела на меня. Главное, что совершенно белая. Прости меня, пожалуйста. Вот на фронте бывало. Сидит рядом взвод в сухом окопе. А ты стоишь по колено в ледяной воде. И ничего, терпишь. Деваться некуда, приказ. Сравнил тоже. Така в жизни, как на войне. Которая послабее бежит в город искать легкой жизни, а которая покрепче борется. Вот ты оставался здесь. Много наборолся? Ну, одиночку много не навоюешь. Но вот ежели бы нас поболее осталось. Ну, ежели бы да кабы. Ладно, дядь Коль, кончай пилить. Да я не пилю. Я хочу понять, куда мы идем, к чему движемся. Вот ты вернулся в деревню. А может, ты не найдешь тут того, к чему стремился. Ну, как-то не найду. Вот ты на трактор с ружьем ходил. А теперь не пойдут. Верно. Сейчас вроде все вместе работают. А глянь, каждый сам по себе. Да. Для себя живет. Да, вот у Петровича, бригадира поливодов, цыпленок пропал. Так он полдня по дворам искал его. Рыскал. А возле дома лен валялся. Нет бы вилами убрать. Машины едут, а он цыпленка ищет. Совесть люди потеряли, вот что. На совесть у нас нынче спрос не больно велик. А в другой из личной выгоды может загадить любое колхозное добро. Ведь отглядишь и диву даешься. Там трактор поехал по посадкам. Там сосну свалили. Крошить, рушить, корежить. Это мы научились. А что взамен? Вот вопрос. Душу людскую надо восстанавливать. А как ее восстановишь? Никто не знает. Сможем ли? Сможем ли? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!